Эффект Доплера. Не приходилось ли вам стоять около железнодорожных путей в тот момент, когда мимо вас проносится электричка с большой скоростью, и при этом она будит, предупреждая там возможных пешеходов. Вот она будит. При этом можно заметить, что высота, слыша вон нами звук, не одинаковая. Не одинаковая. Так вот, наблюдатель. Здесь вот едет электричка в этом направлении. Наблюдатель слышит звук сирены, полетает электричка мимо, продолжает гудеть, то же самое электричка, тоже звук доносится до наблюдателя. Причем звук разной высоты или разной частоты. Я сейчас покажу, как возникают звуковые колебания. Вот у меня в руках деревянная линейка. Я ее прижал к доске. Так, не очень эффектно. Прижму к столу лучше, сплотнее получается. Ну, что настроила гитару, скрипку, мандолину, прекрасно это знают. Вот чем длиннее у меня вот эта линейка, тем звук ниже, то есть частота меньше. Так вот скажите, когда мы слышим звук, проносящийся мимо электрички. В одном положении электрички звук нам кажется высоким, а в другом низким. Где звук высокий? Здесь или здесь? Слева. Здесь высокий, а здесь низкий. Совершенно верно, это можно, даже от автомобиля тоже можно это заметить. Как это можно объяснить, или я бы даже сказал, почувствовать на элементарном уровне? Наблюдатель и источник звуковых колебаний. Движущийся источник звуковых колебаний. И как эти колебания воспринимает наблюдатель? Оказывается, частота восприятия оказывается разной. И вот простейшая модель, иллюстрирующая такую возможность, возможность этого явления. Ограничимся линейными функциями. Что может быть проще? График линейной функции, прямая линия. И вот однажды была такая история. Скажечная. Один царь, король отправился в поход куда-то. Вот здесь его царство, столица, вот в этой точке. И вот он пошел по прямой линии, вот по дороге, по шоссе, по тропинке, удаляется. А это время. И пусть зависимость S от T очень простая. Вот так. Пусть единицы не украли так, что вот. То есть вот. График. Это вот такая весельница. Но царь, несомненно, не пошел бы, он остался в столице, а велел командующему каждый день, каждый час отправлять гонцов в столицу с донесениями, чтобы рассказывали, что и как. И вот когда прошел там один день, один час, неважно, когда экспедиция оказалась вот в этой точке, на расстоянии один, отправили в столицу гонца, всадника. Тоже он движется с постоянной скоростью, но пусть у него скорость в два раза больше. Значит, он уже из этой точки назад, вниз, значит, V гонца. Значит, здесь у нас скорость получается этой колонной единицы, а пусть скорость гонца равняется 2. В какой момент времени этот гонец попадет в столицу, вернется в столицу? Ну, не полтора, да. Одна целая, мы не помним. Сколько? Пол дня потребуется его. Пол дня потребуется его. Значит, правда, здесь одна целая, одна вторая. Вот. Это график движения гонца. Следующие сутки прошли. Значит, точка 2-2. В момент времени равен C равняется 2, путь равняется 2. Очередной гонец отправился в столицу. Значит, вот приближаемся к столице. И скажите, в какой же момент времени второй гонец попадет в столицу? Так, вот он. Вот он, вон теория. Три. Какое здесь число? Три. 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 Прще всего определить это с помощью сериала Фалеса. Ведь вот эти отрезки роли, у нас корень из 2, имеют длину. Ну и тогда здесь будут высекаться равные отрезки. Значит, здесь полтора у нас длина отрезка. Значит, следующее отрезок тоже будет полтора. Правильно? Рассказали три. И дальше будет то же самое. Следующий, третий гонец. Что же мы с вами наблюдаем? А командующий этой армией, этой экспезицией посылает гонцов каждый день, через день. А в столицу они прибывают через полтора часа или через полтора дня. Видите? Там, в экспедиции, происходят периодические процессы. Каждый день назад отправляется гонец в столицу. Наблюдаем периодические процессы столицы. Приходит гонец в столицу. Но каждый следующий через полтора дня, а не через день. Вот это простейшая реализация эффекта Допплера. Почему? Потому что источник вот этого излучения, можно сказать, что гонцы у нас излучаются, да? Источник этого излучения удаляется от наблюдателя, который находится в точке 0. А излучения бывают разной частоты. Значит, есть радиоволны, световые волны, которые мы видим. Звуковые волны тоже разделяются по частоте. Ультразвук, инфразвук. Любое нагретое вещество светится определенным цветом. Цвет, раду, там мы знаем, да? Наблюдая, астрономы наблюдали за отдаленными объектами. И они знают из опытов на Земле, как, с какой частоты должен быть, как светиться какое-то вещество. Частота его горячая. А оказалось, что наблюдаемое и находящееся далеко во Вселенной имеет другой спектр излучения. Он смещен в красную сторону спектра, то есть в сторону уменьшения частоты. Это называется красное смещение. Вот такие ключевые слова можете написать и там где-то в литературе почитать. Красное смещение. Наблюдая Вселенную, астрономы обнаружили красное смещение. Это значит, удаленные от нас объекты удаляются от нас или приближаются, если частота уменьшается. Удаляются. Значит, вот отсюда сделали вывод о том, что Вселенная расширяется. Так, это у нас гонец, вот от уходящей колонны. А потом колонна вернулась назад экспедиции после исследования. Снова нарисуем график. И пусть тоже скорость единица, значит, под 45 градусов. И тоже каждый день, каждый час, каждую единицу времени отправляет сиганец. Для процедуры давайте возьмем здесь 10. Пусть экспедиция удалилась на состояние 10. И здесь время примерно тоже 10. Так. Если мы отсюда, вот в этот момент времени, отправится гонец со скоростью 2. Ну или минус 2, если учиться это направление. Значит, вот отправился гонец, и он придет в столицу. В какой момент времени? 5. 5. Правильно, 5. Вот первый гонец. Потом следующий гонец. Второй, значит, гонец. Здесь уже расстояние будет единица. Единица. И то же самое с угловым коэффициентом проводим прямую от 45 градусов. Значит, что же тут получается в момент времени единицы здесь, да? 5,5. Да. Значит, как проще-то посчитать. Значит, тут вот у нас по вертикали, я закрою вот так вот расстояние, катя, 9, а тут в два раза меньше. Значит, вот от этой точки до этой 4,5. Потому что здесь по вертикали 9. Но если этот отрезок 4,5 от единицы, значит, от нуля это 5,5. 5 и 1,2. Оказалось, что второй гонец придет в столицу через 1,2. Следующая точка на этой пилоте имеет координату 8. Я вам должен написать ее координатой. 2,8. Ну, опять используем здесь теорема фореса, параллельные и прямые. И высекаются на оси Т, отрезки, длина которых равна 1,2. Потому что вот здесь 1,2, от 5 до 1,2. Пробавляем половинку, получается 6. Значит, здесь вот частота у нас, допустим, как скорость посылания конца, значит, допустим, 1 конец в день посылается в столицу с частотой 2 конца в день. Чаще приходят параллельные и наводящие соображения для эффекта Доплера или первое знакомство, что частота может изменяться, если мы имеем неподвижного наблюдателя и движущийся источник излучения.